Легким движением руки заброшенная танцплощадка превращается в амфитеатр, а пешеходный мост в световой арт-объект. За городской водоем взялись молодые проектировщики из Казани. Первым делом свои предложения вносят экологи. Минимум техники, максимум естественности. Очищать воду будут растения. На тех берегах, где идут бетонные укрепления, где трудно подобраться к земле, там будет выставляться биоплато. То есть плавучие сооружения, в которых растут та же самая растительность. Взаимодействие с водой, в ходе взаимодействия вода протекает через эту растительность, корневую систему, через стебли. Происходит обмен, химический процесс, биологический процесс. В итоге естественным путем вода очищается. В проекте преображения фонтан на воде, пирс, кафе с террасой, цветущий сад. На пустыре появится детский городок. Его огородят от дороги зелеными насаждениями. Здесь вообще недостаточно активности, здесь мало людей. И какие-то, думаю, нужны функциональные зоны. То есть это для спортсменов, для детей, для мам, вообще для гаража, для людей. Чтобы здесь можно было комфортно проводить время, отдыхать, гулять. И чтобы всем было здесь чем заняться. Будущее водоема – не только полет мыслей архитекторов и дизайнеров. Программу реконструкции обсудили на семинаре с местными жителями. Они предлагали свое видение городского озера. Среди самых популярных пожеланий – прокат лодок, каток зимой и превращение улицы Гашика в пешеходную. Я бы хотел увидеть очистку, во-первых, его нормальную. Во-вторых, поставить нормальные тротуары, устроить их. И место для детей, для игры с детьми. Те же самые благоустройства – посадить больше деревьев, поставить катамараны, к примеру. Все предложения обещают рассмотреть в ближайшее время. После сформировать финальный проект. Благоустраивать берега будут в несколько этапов. Окончание первого запланировано уже к июлю. Юлия Шабанова, Алексей Незнанов, эфир 24.